Одним единственная возможность обрести нормальное жилье, другим благодатная почва для мошенничества с бюджетными средствами. Речь о программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Соблюдение законодательства в этой сфере и другие вопросы обсудили на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка. Поборы при расселении ветхого жилья. Глава района наживался на жильцах аварийных домов. Подобные заголовки часто встречаются в средствах массовой информации по всей стране. Актуальна эта тема и в интернете. Впрочем, далеко ходить не надо. Нарушения законов в этой сфере нередки и в Чувашии. Правоохранительные органы выделяют три основных направления. Первое, когда строительные организации нарушают договорные обязательства, выполняют работы не в полном размере, а выделенные средства просто кладут себе в карман. Второе, когда жители региона в сговоре с представителями местного самоуправления искусственно ухудшают свои жилищные условия и незаконно получают новое жилье. Третье, мошенничество, которое совершают представители органов местного самоуправления. В качестве примера, часть 2 статья 293 в отношении председателя сельского поселения, который подписал фиктивные акты выполненных работ о признании дома аварийным, в последующем после проведения косметического ремонта дома приобрел в нем же квартиры по программе переселения, причинив ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму 14 миллионов рублей. От того, как и куда переселять граждан, перешли к теме, где и на базе чего расположить другое важное для столицы Чувашии учреждение. В недалеком будущем в Чебоксарах должен вновь появиться вытрезвитель. Официальное название – учреждение для временного содержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас их доставляют в больницы города, хотя большинство в помощи врачей не нуждаются, отметила министр здравоохранения. 70% – это те, которые отсыпаются в наших приемных покоях и устраивают различные действия неправомерного характера. О том, что учреждение городу нужно, спорить никто не стал. Но кто займется его созданием – город или Министерство здравоохранения? Полагаем, что затраты на создание учреждения для временного содержания данной категории лиц за счет бюджета города будут значительно выше, чем организация данного учреждения для временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения, при уже существующей инфраструктуре Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской республики. Михаил Игнатьев поручил двум сторонам подробнее изучить опыт других регионов и как можно быстрее. До 1 мая, до праздничных мероприятий, до 20 апреля я описываю, чтобы не только создали его юридическое лицо, это учреждение должно начинать функционировать. Кстати, прозвучало предложение за пребывание в отрезвителе ввести плату, чтобы граждане хоть частично компенсировали свое там нахождение. Это будет пополнять бюджет и, возможно, заставит потенциальных клиентов задуматься, а стоит ли пить вообще.